Сегодня в программе. Расскажем о невероятных сокровищах, найденных в Ямбургской крепости. Узнаем тайны главного собора города, спроектированного великим итальянским архитектором Антонио Ринальди. Познакомимся с уникальной древнейшей народностью Ижора, а также спортивная революция на новой ледовой арене. Здравствуйте! В эфире проект НЛО. Программа, в которой мы могли бы рассказать вам о неопознанных летающих объектах, которые есть вокруг нас. Но не об этом будем мы говорить. НЛО – это неизвестная Ленинградская область. И сегодня вы узнаете о тех местах, в которых вы, возможно, не бывали, и о культурной жизни 47-го региона. И сегодня мы находимся в Кингисеппе, городе, который был основан 633 года назад. А начался он с крепости, которую за 33 дня построили на территории, где жили финские племена Ямбургской. Ям. Также нарекли и крепость Ям. В средние века Русь с северо-запада охраняли три крепости – Копорская, Ивангородская и крепость Ям. О первых двух мы вам уже рассказывали в предыдущих выпусках программы. Забирались на крепостные стены, изучали название башен. А вот прогуляться по Ямбургской крепости не так-то просто, ведь от неё остался только земляной вал. В 1384 году на высоком берегу реки Луки в уникально короткие сроки, как свидетельствует летопись, всего лишь за 33 дня была построена каменная крепость Ям. Сначала это была четырёхбашенная крепость. Строилась она в форме трапеции. Симметрично друг к другу были две круглых башни и две четырёхугольных. Строили крепость новгородцы, потому что главным городом в наших землях был господин Великий Новгород. Примерно на 100 лет наша территория была захвачена шведами. Шведы взрывают нашу крепость, взрывают большой город крепости. Детинец, первоначальная четырёхбашенная крепость, она сохраняется. И когда в 1703 году русские войска нашу территорию от шведов освобождают, перед взором русских войск как раз предстает полуразрушенный Детинец и совершенно разрушенный большой город. По указу императора Петра Первого вот на этом месте была построена земляная крепость. Только представьте себе, четыре 28-метровые башни, стены 15-метровой высоты, общая площадь крепости 2,5 гектара, ну это практически три футбольных поля. По указу Екатерины Второй крепость была разобрана для общественных нужд. Из неё строили город. И, несложно догадаться, место, где мы сейчас находимся, очень любят кладоискатели, чёрные копатели и все, кому интересно поковыряться в земле, потому что находок здесь огромное количество. Так, например, в 2009 году местный житель нашёл бронзовый котелок 17 века со старинной женской одеждой внутри. Клад оказался не только очень дорогим, в прямом смысле этого слова, но и очень ценным. Он открыл исследователям новую историческую подробность женского костюма того времени. Есть и другие истории удивительных находок. Например, местные мужики удили рыбу и вместо леща нашли кольчугу 14 века. Она и другие находки хранятся за моей спиной в историко-краеведческом музее города Кингисеппа, расположившемся в здании бывшего коммерческого училища города Ямбург. Эта кольчуга принадлежала русскому воину и замечательно сохранилась, несмотря на то, что ей уже почти 700 лет. А вот с такими копьями и боевыми топорами он, вероятно, ходил на войну. Средневековое оружие было найдено во время раскопок на территории крепости. В мирное время жители здешних земель занимались рыболовством. Об истории рыбного промысла рассказывают несколько стендов музея. В окрестностях крепости Ям жили народы Ижора и Водь. Их традиционные лодки и оригинальные снасти для ловли угря еще можно было увидеть в начале 20 века. А как выглядела сама крепость, расскажет классический макет и современная виртуальная экскурсия. В музее есть возможность прогуляться по виртуальной крепости Ям и посмотреть, как она выглядела в 14 веке. Вот можно осмотреться на территории, посмотреть, как выглядел внутренний двор. Здесь можно подняться на крепостную стену, заглянуть в бойницы, а потом перенестись в будущее на пару веков вперед и увидеть, как выглядела крепость в 16 и 17 веках. Самые уникальные экспонаты выставки – зуб и кость мамонта. Они были найдены во время раскопок стоянки Тырвала на правом берегу реки Наровы. Рядом еще несколько археологических находок. Бусы и серьги средних веков украшают портрет водской женщины или вожанки. Эти украшения были найдены в деревне Валковицы, Великино, Ложковицы в 80-х годах археологом Рябининым. Самое главное то, что выяснили археологи, украшения женщины использовали в качестве оберега. Еще глубже погрузиться в историю можно с помощью технологий дополненной реальности. Мы сейчас находимся в уголке, посвященном народу водь. Вот, если навести планшет вот сюда, то мы увидим не только несколько десятков архивных фотографий, но и услышим традиционную водскую песню. Планшет со специальным приложением можно взять у сотрудников музея и дополнить реальность у 20 разных стендов. Материалы экспедиции, они у нас нигде никогда не показывались, они у нас хранятся. Это такой солидный, я считаю, пласт информации. Кроме фотографий, здесь можно увидеть прибрежный лофт. Участники экспедиции выезжали вместе с промысловой бригадой в Лужскую губу и фиксировали, насколько вот сейчас это еще пока развито. Еще одна интерактивная зона появилась в музее полтора года назад. Это мультимедийный зал. Здесь на виртуальную экскурсию по крепости Ям можно отправиться в 3D-очках или сыграть в игру системы Кинект и собственной грудью защитить Ямбург от нападения врагов. Постоянные экспозиции музея, помимо ценнейших находок, выставки о прославленных людях Кингисейпа. Одна из них история Маврикия Тимофеевича Слепнева, легендарного летчика, спасшего 104 человека, пассажиров Челюскина, затонувшего в 1934 году в Чукотском море. Без бортовых радиостанций Слепнев и шесть его товарищей смогли несколько раз посадить самолет на дрейфующую льдину и забрать людей. А за моей спиной одна из главных достопримечательностей Кингисеппа – Екатерининский собор, построенный по проекту легендарного Антонио Ринальди, автора Большого Гатчинского дворца, Китайского дворца в Орененбауме, базилики Святой Екатерины и Мраморного дворца в Петербурге. Материалы для Екатерининского собора везли со всех концов света. Сибирское железо, мрамор Сладожского и Онежского озер, рижский алебастр и липовые доски, голландская сажа, немецкие белила и французский мел. Иконы были написаны профессором Академии художеств Гавриилом Игнатьевичем Козловым, он же автор иконостаса главной церкви Смоленского кладбища. В военные годы наш храм очень сильно пострадал. Он был практически разрушен наполовину. Не было ни колокольни, ни куполов, только по первый этаж. Был настолько он разрушен, что коммунисты в свое время хотели его полностью взорвать и убрать с этого места, сделать здесь зеленую лужайку. Один из руководителей посчитал, что храм должен стоять и приложил все усилия для сохранения нашего храма. И в 1984 году его восстановили в той красоте, которая сейчас есть. Для того, чтобы восстановить иконостас, мы нашли всего несколько фотографий старинных, но они были настолько нечеткие, что нарисовать даже проект было очень сложно. Но нашелся человек, который все это дело увидел, и наш иконостас на сегодняшний день максимально приближен к первоначальному. В этом храме иконы все не свои, назовем так. Большинство икон были в свое время переданы нашей Ивангородской таможней, которые были отняты у контрабандистов, пытавшиеся перевезти их за границу. Жители нашего города, прихожане нашего города особенно почитают икону святителя Николая. К ней стекает большое количество молящихся и получают от нее и исцеление, и просимое то, что они просят молитву. В 2013 году было принято решение о том, чтобы полностью восстановить музыкальный ряд Екатеринического собора. То есть повесить здесь те колокола, которые должны быть по-настоящему на звоннице. В этом было рассказано горожанам, и начался сбор средств. С тех пор на каждом колоколе, на его юбке, можно прочитать имена благотворителей, тех, кто пожертвовал на эти колокола. Колокольный и церковный звон разделяют на два вида – благовест и, собственно, звон. Наиболее древний, канонический звон – это благовест, то есть благая, добрая весть о начале богослужения. Из центра Кингисеппа мы сейчас переместимся в деревню Вистина, чтобы рассказать вам об истории ижорского народа, который насчитывает около двух тысяч лет. По данным 2010 года, в нашей стране живет всего 266 ижор. 177 из них именно в Вистина Кингисеппского района. На мне свадебный костюм ижорской девушки. Это рубаха пайта, украшена многочисленными вышивками, потому что считалось, что они оберегают от злых духов. Юбка украшалась свадебными полотенцами, а на шее висели бусы из настоящего речного жемчуга, который вылавливали здесь же, на Сойкинском полуострове. Внимательнее рассмотреть наряд можно в ижорском этнографическом музее. Интересно, что ижоры никогда не ходили в лаптях, только в кожаной обуви. И вообще жили довольно неплохо. У каждой невесты в приданом было 50 одних только полотенец. И по мнению этнографов, именно они лучше всего отражают характер ижорской женщины. Вышивка на них двухсторонняя и одинаково выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны. Здесь у нас штормовые ветра, и когда ижорская красавица выходила на улицу, и дул порывистый ветер, то полотенце могло запросто отвернуть свою полику, да, и с одной стороны, и с другой все должно быть очень аккуратно. Мужчины народа ижора традиционно занимались рыболовством. В музее есть рыболовные снасти, хозяйственная утварь и другие предметы, которые сопровождали человека от рождения до конца дней. Внимательный зритель увидит здесь и детские игрушки, и скелет в углу. Эта реконструкция захоронения 14 века здесь у нас в деревне Гамалово. Проводить покойника нужно было очень правильно. Во-первых, обязательно с собой горшок каши на первое время, чтобы там в том мире было что поесть. Обязательно нож или топор мужчине, чтобы там можно было срезать ветку и защититься от врагов. Небольшой народ финно-угорской группы жил здесь и в 14 веке, и гораздо раньше, можно сказать, с незапамятных времен. Вот как только вслед за отступающим ледником на эти территории пришли первые люди, на каком языке они говорили и как выглядели, мы, конечно же, не знаем. Но вот более 4 тысяч лет назад здесь появились прибалтийско-финские племена. И вот они-то как раз и являются прародителями современных ижор. В начале 20 века насчитывалось около 20 тысяч ижор. Сейчас их меньше 300 человек. Задача музея – сохранить историю и культуру малочисленного народа. Поэтому здесь проходят занятия по изучению ижорского языка и народных ремесел. Музей находится в двухэтажном деревянном здании бывшей школы. Первый этаж посвящен истории ижор, а второй отдан под мастер-классы. Здесь можно научиться вышивке, орнаментальному вязанию варежек, плетению половиков. Мастерицы, освоившие азы традиционного ремесла, могут шить себе настоящий национальный костюм. А новички начинают с изготовления свадебной куклы. Интересно, что в отличие от других обереговых кукол, у ижорской есть лицо для того, чтобы она могла видеть и слышать, что происходит на свадьбе, и собирать на себя негативную энергию. Правда, после свадьбы ее обычно сжигали, но современные девушки оставляют куклу себе на память. Куклы известны человечеству с древних времен, от обрядовых до домашних и светских. А вот за моей спиной Кингисепский театр юного зрителя, в котором куклы как раз и являются главными героями. Театр в Кингисеппе создал в 2001 году Юрий Яковлевич Шишкин, режиссер, ученик Георгий Александрович Товстоногова. Сегодня в городе не только Тюз носит его имя, но каждый год проводится театральный фестиваль. Театр без границ тоже в памяти Юрия Яковлевича. В Кингисеппе, в нашем городе, создалась такая благоприятная, видимо, атмосфера. Ну, просто наши городские власти поверили Юрию Яковлевичу и помогли ему в создании такого маленького театра. У нас сейчас очень строгие требования вообще к набору актеров. У нас сейчас работают практически все профессионалы, у всех высшее специальное образование. И наши актеры еще, походу, совмещают много различных профессий. Например, наш актер Евгений, он сейчас находится за световым и музыкальным пультом. То есть в тех спектаклях, где Евгений не занят, он занимается освещением и звуком. Наш еще один актер, Руслана Бухалимов, он заканчивал училище культуры, фольклорное отделение. Он настучает за всю музыкальную часть, техническую часть. Еще он делает декорации. По щучьему велению, по моему прошению, вступайте, бедра, домой сами! Ой! А вот мне обмануло! В репертуаре театра 16 кукольных спектаклей, а в марте готовится премьера новой для театра формы. Более того, здесь проводятся мастер-классы, образовательные лекции и даже функционирует детская студия. В этом сезоне мы уже готовим спектакль совсем не кукольный, где будут играть актеры. Актеры, правда, очень своим внешним видом похожи на больших кукол. Да, то есть это будут... Это не будут ростовые куклы, это будут там маски, соответственно, костюмы. И мы делаем тоже детский спектакль, который пока еще такое рабочее название называется. Осенняя поэма или как ежик и медвежонок ловили осень. Это тростевая кукла, вот у нее есть трости, да, за которые вы держите, да. А голова держится у нее на гапите. Вот как раз-таки за ручку гапита вы внутри и держите нашего царя. И кручу, вот он крутит головой. А головой вы управляете шайбой, которая, да, устроена как раз-таки на ручке гапита. У тебя у меня неплохо получается, смотрите. Да, по-моему, отлично. А еще в этом году артисты театра, благодаря спонсорам, получили возможность приехать к тем, кто не может оказаться здесь, в театральном зале, в отдаленные поселения Кингисепского района и к людям, которые по каким-то причинам находятся в больницах или реабилитационных центрах. Им спектакли показываются совершенно бесплатно. Что еще происходит в Ленинградской области, узнаете из нашей афиши. Как и чем писали письма в 19 веке? История отечественного эпистолярного жанра на выставке в Выле. Археология Ладоги позднего средневековья в предметах быта, оружии, старопечатных книгах и выступлений участников клубов военно-исторической реконструкции. Откровенные разговоры мужчин о женщинах в спектакле ученика Львадодина Георгия Цнавеладзе на сцене театра в Выборге. В феврале завершился международный фестиваль моноспектаклей «Монокль», который с 1997 года проводит театр-фестиваль «Балтийский дом». Миссия фестиваля – дать актерам возможность показать все грани своего таланта. В свое время здесь были открыты имена Евгения Гришковца, Алексея Девоченко, Сергея Барковского и многих других. В этом году одной из победительниц фестиваля стала актриса театра на Васильевском со спектаклем «Человеческий голос». Перезвони. Перезвони. Я сказала, перезвони мне. Спектакль «Человеческий голос» по одноактной пьесе-монологу Жанна Кокто, французского поэта, драматурга, художника. Это история покинутой женщины, оставленной своим возлюбленным. На сцене только телефон и красный провод, проложенный через всю площадь сцены. И, в общем-то, это, пожалуй, все. И я. Алло, милый. Алло, милый, послушай. Послушай, дай ей не сказать. Не обвиняй себя. Во всем виновата я одна, да. Моя героиня – женщина очень страстная, нежная. Она переживает серьезную драму, серьезный этап в своей жизни. Денис Лолом, ведь я тебе сама сказала, что мне все безразлично. Нет. Нет. Нет, в этом ты не прав. Когда это предложение поступило, мне было очень страшно. Боюсь. Нет, не боюсь, это хуже. Просто я отвлекла спать одна. Первый раз в 30-м году, как я знаю, в театре в Париже, в комедии «Францесс» играла актриса Берд Бави. Очень много этих работ, я знаю. Но я, пока я репетировала, я не видела ни одной. Эдит Пиаф играла, даже Жан Маре играла. Вот этот спектакль, несмотря на то, что он мужчина, но все равно, я думаю, что это и мужчине. Очень близкая тема. Клянусь, что у меня все в порядке. Тебе кажется, тебе кажется, ничего не случилось. Мне вручили диплом. Вот он. Здесь я его недавно сюда принесла. Я думала, что просто, ну, как фестиваль, да, то есть это просто представление моноспектаклей, просто возможность познакомиться с этим жанром, с артистами, и я, ну, ну, приятно. Людям, может быть, это любопытно, потому что это очень искренне, потому что это кусок живой жизни, настоящей жизни, ничем не приукрашенной, как будто бы нет никого, как будто они подглядывают за кем-то. Мне в этом, как актрисе, существовать бесконечно интересно. Во фразе «Картины Пикассо – это мазня», а Пикассо – не сказано ничего. Зато о говорящем – всё. Так считал Жан Кокто, автор пьесы «Человеческий голос». Ну, а будущие знаменитые художники и музыканты Кингисеппо, возможно, занимаются в детском доме творчества. Сегодня здесь 1400 воспитанников. Новости о жизни Кингисеппо можно узнать на страницах газеты «Своя компания». Она распространяется бесплатно среди жителей города. Самым старшим автором статей 16 лет, а редакция находится в доме детского творчества. Добрый день, ребята. Рада приветствовать вас всех сегодня на занятия. Продолжаем работать в нашей любимой технике. Как она называется, напомним? Кинусайга. Кинусайга. В этом классе занимаются традиционной японской лоскутной аппликацией. В стране восходящего солнца мастерицы использовали деревянную основу и обрезки от кимоно. В упрощенной версии – обычные ткани, пенопласт и простые сюжеты. На страже экологической безопасности Кингисеппо стоят воспитанники творческого объединения «Экология». Они регулярно берут пробы воды из окрестных водоемов и изучают их состав. Сейчас мы проделаем опыт на жесткость воды. Для этого в пипетке у нас есть реагент. И мы по каплям, считая капли, добавляем в 5 мл данной жидкости. Летом экспресс-лабораторию берут с собой прямо на берега Финского залива или реки Луги. По результатам анализов вода в них достаточно чистая. Редко когда бывает такое, что вредит человеку, если бы он искупался в этой речке. У нас старшеклассники занимаются, естественно, научной направленностью. Пишут очень интересные работы по экологии, биологии, исследуют и занимают призовые места на области, участвуют в российских конкурсах, олимпиадах. Работы детей из соседней мастерской можно увидеть в небе над Кингисипом. Они строят авиамодели. Это самолет-планер, радиоправляемый, под названием Су-31. Я сейчас его взял на ремонт, вот, меняем машинку, ну, уже поменяли. Сейчас будем, ну, собирать его основную часть. В доме детского творчества занимаются дети от 6 до 18 лет. Начинающие артисты выступают в концертном зале бывшего дома пионеров, а начинающие агрономы тренируются на учебных полях. Недавно они заняли призовое место на выставке «Золотая осень» на ВДНХ в Москве. Прогуливаясь летом по окраинам Кингисипа, можно нечаянно забрести на учебные поля. Дети умудряются выращивать там экзотические плоды, например, мамордику или мелотрию. Ну, а в июне можно приезжать сюда за рассадой, например, вполне классических огурцов. После того, как два года назад в Кингисипе открылась ледовая арена, здесь произошла настоящая спортивная революция. Но особенно этого открытия ждали юные хоккеисты из команды «Ямбург». Сегодня в ледовой арене открыта секция хоккея, любительского хоккея, фигурного катания и даже аэробики. Поездка в Кингисип – замечательный повод покататься на коньках. Причем сделать это можно и зимой, и летом. Ведь здесь отличный крытый каток, вернее, целая ледовая арена. Катание настолько популярно среди местных жителей, что они проводятся даже ночью под живую музыку. Секретами такой популярности поделится тренер Екатерина Остапова. Вот в прошлом году, конечно, когда «Олимп» открыли, там было бешеное количество народу. То есть приходили, мы даже в тренерскую не могли пройти, настолько все было вот плотно. В мире сейчас развито очень любительское фигурное катание, то есть все возрасты. И даже приезжала женщина там глубоко за 70. Вот, каталась. За свою недолгую историю ледовая арена успела набрать 260 юных хоккеистов и 80 фигуристов, создать детский центр на льду и запустить несколько групп для взрослых. Самой старшей фигуристке 55 лет. Начинать можно с нуля и в любом возрасте. Девочки, которые пришли в прошлом году и держались у меня за борт, вот так вот, которых я от борта отрывала, уже в этом году прыгают уже в арсенале. У некоторых даже 4 прыжка, вращение и красиво катаются. Удивительно, но чтобы нога чувствовала себя свободно, нужно расшнуровать верхнюю часть ботинка, иначе не выполнить даже простых элементов. Минимальный набор навыков, например, катание спиной или на одной ноге, вполне реально разнообразить всего за одно занятие. Есть ласточки, поворот. Вот что я еще могу научить? Значит, змейка. Змейка такой базовый шаг, то есть он есть на одной ножке, попробуем на двух. Ножки на ширине бедер, коленочки мягенькие, значит, ручки вниз, обе руки вот на одном уровне. Подсели, давите в пяточки, носики поворачиваете. В планах у руководства ледовой арены «Олимп» разбивать фигурное катание, искать новых тренеров и интересные идеи, чтобы привлечь к здоровому образу жизни еще больше жителей Кингисеппа. Проводили как-то дискотеку 90-х на коньках. Ой, тоже. Людям нравится. 90-е, это прям... В планах есть устроить детский час с аниматорами. Ну, тоже сейчас пока нет этого человека, который придет и скажет, я хочу. Дайте мне вот время, дайте мне час, я соберу тут весь город у вас на катке и буду детей развлекать. Если добавить к этим упражнениям торможение коньком поперек хода, то будет гораздо веселее, чем просто кататься по кругу. Ну, до тройного тулупа мне, конечно, еще очень далеко, но катание змейкой и фонариками, в принципе, можно освоить, особенно если позаниматься этим часа три. Кстати, ночные катания практикуются здесь каждую пятницу и субботу. Рекомендую. На противоположном от крепости берегу реки Луга находится парк отдыха Романовка. Раньше здесь была усадьба Романовка, она принадлежала генерал-адъютанту и военачальнику Отечественной войны 1812 года Карлу Ивановичу Бистрому. Вот здесь он похоронен. На его могиле воздвинут бронзовый лев. Мало кто знает, что автор этой скульптуры Петр Карлович Клод, которого все мы с вами хорошо помним, как автора скульптурной группы на Аничковом мосту. Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку и пришло время прощаться. Но прежде вы всегда можете написать нам письмо. Рассказывайте о неизвестных фактах Ленинградской области. Мы с удовольствием приедем и сделаем их известными. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»